Лишний меня-то это уже не трогает, так скажем, бар и стриптиз. Я туда не пойду, какие бы красивые девушки или, там, говорят, даже и парни крутятся вокруг этих шестов, потому что сексуальная ориентация разная у всех, ну, бог с ней. Я-то лично против, не потому что этого не было в моей молодости, и потому что это как-то не вошло в меня с детства. Но мне кажется, все-таки это площадка, это сфера жизни, так сказать, молодежи. Знаете, человек, так сказать, седой или лысый, он туда не пойдет. Но кто-то из-за любопытства какого-то может быть, а так потоком идет туда молодежь. А человек, опять же, нравственно-то созревает долго. И самое важное, что первые уроки, те, которые входят в кровь, они вот этих молодых ногтей, с раннего возраста. А кто туда потянется? Конечно, мальчишки и девчонки совсем молоденькие. И это не нужно, думается. Это, ну, чтобы уж нас не обвиняли в том, что вот у нас запреты какие-то. Пожалуйста, пусть они, наверное, существуют. Но без этой рекламы, когда давайте, товарищи, все вместе встанем и пойдем в эти бары и смотреть эти стриптизы. А это очень важно же ведь, то, что на улицах, то, что по телевидению особенно. Ну, вот пресса сейчас, понимаете, тихонечко она отошла, как бы. А раньше только из газет, газета реклама была. А сейчас интернет есть, они все туда заглядывают на какие угодно сайты. И в Молсты, наверное, они там, где порнография, где стриптиз и всякое прочее. Туда тянет любопытство, так сказать, инстинкт, может быть. Но это все надо воспитывать. И инстинкт в том числе. Его, так сказать, не воспитаешь, но поправить, направить можно. И всякий разгул этих страстей-то ненужных, он только навредит человеку. Мы не получим ни хорошего семьянина, ни неверного мужа, ни постоянства у жены. И все будет, как бы, все основы эти семейные, то, что мы называем основу государства, да, семья, все это будет шатко. Шатко, нет, не нужно. Так, мое мнение старенького, лысенького человека. А вы сходите, посмотрите.